Главное труд. Талант без труда не более чем фейерверк. На какой-то миг он ослепит и все исчезнет бесследно. Во второй половине нулевых этот парень считался главным талантом в мировом футболе. В 2007 Манчестер Юнайтед выложил за 19-летнего бразильца 30 миллионов евро. В следующем году полузащитник был официально признан лучшим молодым футболистом Европы. Но вместо того, чтобы сделать следующий шаг вперед, Андерсон рванул совсем в другую сторону. 7 лет спустя за своего золотого мальчика как раз-то мне удалось выручить ни копейки. А сам 26-летний бразилий сдаел свой организм до плачевного состояния. Сейчас наш герой даже отдаленно не похож на спортсмена, да и проблемы в жизни у него совсем не футбольные. И это при том, что Андерсону 34. Он ровесник Бензима, который рвется к своему первому золотому мячу. О том, как надежда Бразилии докатилась до такой жизни и поговорим в этом выпуске. Андерсон Луис де Абрео Оливейро. Бразильский футболист, игравший на позиции полузащитника. Двухкратный чемпион Португалии. Четырехкратный чемпион Англии. Обладатель Кубка. Суперкубка Португалии. Кубка Футбольной Лиги. И Суперкубка Англии. Победитель Лиги Чемпионов УЕФА. Клубного чемпионата мира и Кубка Америки. Лучший молодой футболист Европы 2008 года. В августе 2021 года в бразильских СМИ взорвалась бомба. Бывший футболист Манчестер Юнайтед Андерсон обвиняется в участии в ОПГ, укравшей 5 миллионов евро и отмывшей их через криптовалюту. У него заблокировали активы, а сам он находится в Турции и не может вернуться на родину из-за угрозы ареста. Самим фактом, что очередной бразилец вляпался в историю, связанную с криминалом, удивить кого-то уже вряд ли получится. Но не устаешь поражаться тому, как искусно они продолжают прогуливать свой талант. В этом плане равных им просто нет. Сегодня-завтра еще побухаю, а подъели, начну качаться. Для тех, кто уже забыл, кто такой Андерсон, или не особо увлекался футболом в то время, напомним, как стремительно развивалась его карьера. Он начинал в Гремио, там же, где делал свои первые шаги Рональдинью, и быстро продвигался по молодежной лестнице. В октябре 2005-го бразилец становится лучшим игроком чемпионата мира среди юниоров до 17 лет. А уже в ноябре вписал свое имя в историю бразильского клуба. В решающей встрече за выход в высший дивизион ворота Гремио был назначен пенальти. Шло добавленное время матча, а счет на табло оставался равный. Если соперник забивает, Андерсон и компания остается еще минимум на год в серии Б. На поле начинается настоящий хаос. Силами правопорядка и главного арбитра встречи ситуацию удалось урегулировать, но в составе нашего героя осталось всего 7 человек, и это вместе с вратарем. Соперник так и не смог забить пенальти, однако играть оставалось еще минут 10. Буквально в следующей атаке Андерсон ставит точку в этом триллере, а в следующее трансферное окно перебирается в Португалию. Я отправил Мартина детально следить за Андерсоном в каждой игре в течение 4 или 5 месяцев. По итогам Мартин сказал, Алекс, он лучше, чем Руни. Так описал свое первое впечатление после знакомства с бразильцем сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии. Через 2 года после переезда в Европу Андерсон оказался в Манчестере. Красные, не колеблясь, заплатили за восходящую звезду 30 миллионов евро. Показательно, что во время переговоров у полузащитника была серьезная травма, перелом ноги, а он не успел сыграть и 30 игр на профессиональном уровне. Тренер убедил руководство, что подписывать игрока нужно немедленно, ведь через полгода его цена станет еще выше. Причин не доверять Фергюсона не было никаких. Практика показывала, что если уж легенда МЮ обращал внимание на кого-то, то совершенно точно этот футболист имел огромный потенциал. Летом 2007-го бразильец выигрывает Кубок Америки, а по итогу первого сезона в Англии признается лучшим молодым футболистом Европы. Такова была скорость восхождения Андерсона по карьерной лестнице. Мы довольны им. Как только он влился в команду, его было уже не остановить. Он может вступить в борьбу, быстро как молния. Отважен и может сделать хорошую передачу. Его противостояние с Фабригасом в матче с Арсеналом было очень интересно. Я думаю, Сеск переживает свой золотой период в Лондоне, но доминировал в центре поля именно Андерсон. В начале 2009-го глава маркетинговой службы Adidas заявил, что Андерсон в ближайшем будущем может стать главным лицом компании. Показалось, что сам бразилец хочет этого даже больше, чем играть в футбол. Только он забыл о главном. Для этого нужно быть одним из лучших на поле и иметь хорошую репутацию. А начиная с этого года, из тем и с другим у него возникали большие проблемы. Бразильские журналисты все чаще стали описывать Андерсона как человека, который страдает от звездной болезни. Высокомерное поведение, не соответствующее его статусу. Сам же игрок никогда и не скрывал своей любви к деньгам и развлечениям. Мне было лет 14. Ко мне подошел какой-то агент и предложил заключить с ним контракт. Я ответил, хорошо, тогда я хочу, чтобы завтра на моем банковском счете было 13 миллионов долларов. Я подпишу с вами. Он сразу развернулся и ушел. А что? Да, я люблю деньги. А кто их не любит? В январе 2010-го у Андерсона произошел первый открытый конфликт с Вергисоном. Бразильец без предупреждения улетел на родину и не явился на тренировку. Впервые тренер усомнился в профессионализме восходящей звезды. Андерсон был исключен из команды, а легенда МЮ всерьез рассматривал варианты с арендой бразильца. Месяц спустя сэр Алекс возвращает нарушителя в состав и в первой же игре полузащитник рвет переднюю крестообразную связку колена. Он побывает до конца сезона, попутно пропуская чемпионат мира. Но на этом история не закончилась. На время реабилитации Андерсон улетел в Португалию и вместо спокойного восстановления вляпался в еще одну неприятную ситуацию. Футболиста вытащили из горящего автомобиля. По информации португальских изданий это случилось около 7 утра. Андерсон возвращался с одного из местных ночных клубов. Машина футболиста съехала с шоссе, ударилась в стену и улетела в поле. В двухместном салоне спорткара находилось три человека. Сам бразильец утверждает, что за рулем находился не он. Сэру Алексу Фергюсону сообщили об аварии игрока, но клуб отказался давать какие-либо комментарии. Возможно вы не сможете найти более приятного человека. Он был очень популярен в раздевалке, но также он был ленивым до невозможности. У него всегда были свои оправдания. У меня в шкафчике всегда лежала палка. И однажды я сказал Фергюсону, если он продолжит так относиться к работе, я его ударю. На что Ферге отвечал, не смей, он стоил мне больших денег. Ты не сможешь ударить одного из моих игроков. Шесть недель спустя Алекс зашел со словами. Где эта чертова палка? Я хочу ударить его. Как мы уже вспомнили, Андрессон пропустил свой первый чемпионат мира из-за травмы. Обидно, конечно, но тогда ему было всего 22 года. Казалось, что все еще впереди. Однако с этого дня бразилец не провел за свою сборную ни минуты игрового времени. У него было все, чтобы стать одним из лучших полузащитников мира. Но первые два сезона так и остались самыми яркими в его карьере. Андрессон просто бросил работать над собой. Он кто угодно. Король вечеринок, любитель развлечений и дорогих машин. Но никак не профессионал. В клубе всеми силами старались скрыть эту информацию, но получалось это едва ли. Он часто оказывался вне заявки без объяснения причин, а форма бразильца абсолютно не соответствовала уровню такого клуба. По большому счету, Андрессон просто наплевал на оказанное ему доверие со стороны руководства, тренера и болельщиков. Не может человек в таком состоянии играть в Англии. Отсюда проблема с коленями и всего 1800 минут игрового времени. Если перевести в полные матчи, получится 21 игра за 4 года. Андрессон был типичным игроком с бразильским менталитетом. Ему нравилось чеканить мяч или проделывать невероятные финты. Но в то же время он совершенно забывал про необходимость следить за своим весом. Возможно, именно из-за таких с его точки зрения мелочей в отношении к делу, Андрессон очень подолго восстанавливался от травм. Фергюсон всеми силами пытался отбить с продажи бразильца хоть сколько-нибудь денег, давая ему игровое время. Но такой Андрессон никому не был интересен. Даже Фиорентино, рискнувшая взять его в аренду, досрочно вернула обратно. В итоге Юнайтед не отбил ни копейки от потраченной на его покупку суммы. Договор был расторгнут по обоюдному согласию. Насколько был разобран футболист, показали его первые игры за бразильский интернационал. В 26 лет мало что осталось от того золотого мальчика, которому, казалось, суждено было завоевать мир. В Кубке Либертадорос Андрессон не смог отыграть и тайма. В 36-й минуте игроку стало плохо. Привести себя в порядок ему помогла только кислородная маска. Оправдать его можно, ведь игра проходила на высоте 3600 метров над уровнем моря. Но это не отменяет того факта, что помощь понадобилась только ему одному. Бывает так, что бразильцам наскучивает Европа, но возвращаясь на родину, все равно они остаются на уровне. Так было с Пато, Адриано, Вагнером, да и Жо из ЦСКА не терялся в Бразилии. Им снова интересно было играть в футбол. Наш же герой вылетел из высшей лиги сначала с интернационалем, потом и с другим клубом, находясь там в аренде. В 29 лет полузащитник остался без работы, а единственной яркой вспышкой за все это время была драка на тренировке. Через полгода Адриано все же нашел себе команду во втором дивизионе Турции, но и там пробиться в состав ему не удалось. В 31 он повесил бутсы на гвоздь. Андрессон перешел на должность ассистента тренера молодежной команды, которая числится по сей день. В своих последних интервью он говорит, что больше не играет в футбол, даже с друзьями, и не особо им интересуется. И вот тут становится непонятно, каким образом это сочетается с его новой работой. Неужели и здесь Андрессон числится только на бумаге и не приносит никакой пользы? Впрочем, сам он не видит в этом никаких проблем. Чтобы я изменил своей футбольной карьере, убрал бы из нее травмы. Кроме них я не жалею ни о чем. Мне посчастливилось играть в Манчестер Юнайтед. Я могу сказать своим детям, что четырежды выигрывал Премьер Лигу. Что еще нужно для счастья? Даже на родине про футболиста давно уже все забыли. Вспоминали только после ухода из Юнайтед и той самой драки. Как вдруг его фамилия снова оказалась на первых страницах газет. В августе 2021 года появился вот такой интересный заголовок. Бывшему футболисту грозит 10 лет лишения свободы. Предполагается, что преступная группировка, в которую входил Андрессон, обошла систему цифровой безопасности банка и украла 5 миллионов евро у компании. После кражи деньги были размещены на банковских счетах в Бразилии, затем отмыты путем приобретения криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом. Бразилиц подтвердил, что он занимался обменом криптовалюты, но отрицает любые другие обвинения. Из всех обладателей приза лучшему молодому футболисту, Андрессон может похвастаться самым стремительным падением своей карьеры. Ни пата, ни болотели не разбазаривали свой талант так быстро. Это абсолютно уникальное достижение, которое может быть полезно для общества не меньше, чем истории побед. Андрессон на личном примере показал, к чему приводит желание выехать за счет одного своего таланта. Трагедия талантливых людей нередко состоит в том, что они не умные люди. Трагедия умных людей зачастую состоит в том, что они лишены таланта.